Дизайн спринт. Дизайн спринт это такая прикольная штука, когда мы должны за одну неделю сделать какой-то прототип продукта, оттестировать его желательно и показать результат в пятницу. С понедельника по пятницу он запускается. Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, я из компании Least Startup и приглашаю вас к нам на сайт. Подробная статья по этой теме внизу, там же есть классное приложение, вы его непременно увидите, когда попадете на сайт, сможете вступить в нашу академию, получать компетенции скрам-мастера, agile-коуча, продукт-оунера, продукт-менеджера и всех ребят, которые участвуют в запуске продуктов и в их разработке. Ждем вас на сайте, проходите по ссылочкам, поехали. В целом дизайн спринт похож на обычный спринт в скраме, но просто в компаниях, где скрам не внедрен, такое иногда можно делать. Главное правило, то что команда, которая там участвует, это маркетолог, фасилитатор, какой-то LPR, то есть так называемый продукт-оунер или стейкхолдер, это ребята, которые заведуют технической, финансовой части, ну в зависимости от того, что за продукт, какая команда. И все эти ребята на фулл-тайм выделяются и штормят просто мрачный брейншторм в течение одной недели. И самое важное, как мне кажется, с наличием проверки гипотез на практике. Это делается с помощью денег. Сейчас расскажу, как это происходит. Ребята, как в Доме-2, как в шоу за стеклом, первое реалити-шоу в России, они просто заселяются, ну, естественно, в рабочее время в одну и ту же комнату. Там есть куча стикеров, доски, всякие маркеры, все, что необходимо, чтобы брейнштормить и создавать прототип. Эта вся история необходима, когда вам нужно запустить либо новый продукт, либо новое направление, либо спланировать, куда дальше двигаться, либо протестировать новый продукт и запустить какие-то такие процессы, которые требуют подтверждения. Можно заранее составить карту эмпатии, про это есть отдельное видео у нас на канале, или Customer Journey Map тоже, про это есть отдельное видео на канале. Но в целом это не особо обязательно, но можно сделать для лучшего понимания того, что вы делаете. Значит, в понедельник у нас планирование долгосрочное, что мы делаем, зачем мы делаем, что мы будем разрабатывать. Мы стараемся найти вот эту связочку Problem Solution Fit, то есть какие есть проблемы у клиентов и какое есть для них решение, мы готовы, не готовы его дать, востребовано оно, не востребовано, смотрим, анализируем. Это все делается быстро, потому что обычно в компаниях делается все не очень быстро, и времени на это супер нет. Во вторник мы пытаемся найти как раз решение, то есть мы вот эти вот солюшены, мы их генерим, генерим идеи, делаем заметки, понимаем, можем ли мы это сделать, не можем. Все это визуализируем, стикеры, доски. Среда, принимаем решение. Принимаем решение, что будет за прототип. Значит, у нас там есть какая-то галерея, где мы можем все эскизы разделить на стене и визуализировать. У нас есть тепловая карта, но это как один из инструментов, где мы помещаем на вот этих эскизах, какие части из этих эскизов у человека вызывают наибольшее совпадение с его виженом, как это должно быть. У нас есть, соответственно, обсуждение, финальное голосование, последний голос и, в общем-то, делаем раскадровку клиентского опыта. То есть мы планируем в семи этапах, в семи шагах, как он будет двигаться, клиент. Соответственно, в четверг мы создаем прототип. Возможно, еще можно эти этапы чуть-чуть между собой совмещать. Я бы там, если быстро идет работа, я бы сдвигал все чуть-чуть больше к последней части. То есть имеется в виду, что в пятницу у нас будет интересный процесс. Сейчас про него расскажу, это по классической истории. Но в четверг мы создаем прототип непосредственно. Все ребята генерят, все брейнштормят. Мы можем просто взять маркеры, нарисовать, выбрать конкретный прототип, допилить его, добавить в него все фичи, которые надо. И в пятницу мы его тестируем на реальных пользователях, как это лучше все сделать. Маркетинг за одну ночь запустить не получится, модерацию просто не успеем пройти. Но что мы успеем? Правильно выйти из здания и продать за реальные деньги. Вот только так это возможно подтвердить. Если вы все сделали, но в пятницу не вышли из здания, не подтвердили реальными деньгами, оно не сработает. Вот когда получится продать, а не впарить, именно за счет ценности вы все это определили. Можно использовать Lean Canvas для этого. И там расчертить, соответственно, все. Про это есть отдельное видео у нас на канале, отдельная статья на сайте. И в приложении есть особенно про это целая статья. В общем, все, все, что вам нужно. И если вам люди за это платят деньги, вы победили. Пофигу, как это называется. Главное, чтобы вышли из здания и получили ответ на свой вопрос, который валидирован деньгами. Это самое главное. Особенно в эпоху крайней неопределенности. И дальше получаем обратную связь. И, собственно, вот так можно двигаться итерациями. По сути, это делает Scrum команда. Но это можно делать, как я уже сказал, в проектных командах, которые работают не по Scrum. Ну, им надо просто взорвать мозг и посмотреть, что происходит. Просто на себя посмотреть и пообщаться друг с другом. И, в общем-то, все. Это все главное, что я хотел сказать. Меня зовут Миша Ряженко. Компания Lead Startup. Проходите по ссылочкам внизу. Там есть статьи по этой теме, по другим темам, по куче разных тем. И там же есть наше классное приложение, которое поможет получить компетенции Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, всех ребят, которые разрабатывают или помогают выводить на рынок продукты. И мы тоже помогаем. Приглашайте нас к себе в компании. Мы вам все расскажем, как что сделать. У нас очень большая осмотренность и крутые кейсы. Спасибо. Спасибо.